Всем привет! Снова с вами GameDragon и у нас продолжение. Сегодня очередная серия Mars Horizon. По-моему, это четвертая, если я не ошибаюсь. Итак, в прошлый раз мы с вами запустили в процесс постройки три модели. И сейчас, кстати, интересно, это пилотируемая, да? Я так понимаю, обозначает. Сейчас мы ждем, когда они построятся для того, чтобы попробовать все-таки взять многоместный аппарат. Смотрите, и мы потенциально... А, мы же еще на уровне планирования, потому что она еще не построенная, да? Ладно, полетели вперед. Обучение работе с камерами. Производитель фотокамер предложил сотрудничество с вашей технической командой для адаптирования камер в условиях космоса, а также для получения членов экипажа по их использованию. Для обучения членов ПАЗа по их использованию. По его словам, снимки в пилотируемых полетах вызовут огромный общественный интерес. Да, почему нет 100 тысяч? Мы сейчас с вами можем на 3 миллиона бюджета выделить смело. И чтобы вместе с экипажем в будущем выделили эффективные снимки, ваш технический персонал астронавт и будут тесно сотрудничать с производителем камер. Окей. Так, многоместный аппарат. Японцы осталось 12 месяцев. Так, ну-ка покажите мне, чего тут у нас. Так, смотрите, япошки вырвались во второе место. Я чувствую, мы сейчас с вами... Ну вот, восход запрещен, господи, завершен. Есть шанс, что мы с вами как-нибудь в этой гонке поучаствуем. Так, смотрите, ни Дельта, ни Р7 не подходят, зараза. Будем проектировать новую. И из новых у нас не подходит ни одна ракета существующая. Замечательно, в кавычках. Нужен теперь Р7 Союз. Я так понимаю, нижний ускоритель нужен тоже какой-нибудь. А, нет, нормально. 65. Красивая зараза. То есть нам нужна вторая ступень. Теперь так. Выбрать запчасть. Это будет у нас 6 месяцев на миллион 183. Все бы ничего. Только сколько же я тогда, получается... Ещё раз. Сколько я сказал? 6 месяцев, не 8. 6, да? 6. Этих 7. Зараза, я не успеваю. Я не успеваю, потому что в ракете мне нужно зеленое. А зеленое, это у нас аж вот это. То есть мне надо открыть аж 2. Ох-тых-тых-тых-тых. Трух-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Не успеваем мы, зараза. И верхний союз, это размер-то какой-то. А, неважно. Главное, что у нас размер нижний. Средний мы её запустим. Но чёрт, мы подрядчиков не откроем. Полторы тысячи, у нас 235. О-о-о, короче, мы проигрываем эту гонку, господа. К сожалению, гонку мы проигрываем. Чёрт, ну вот не получается гнаться везде за всем, понимаете? И это есть проблема. Многоместный аппарат. Но мы обещали людей загнать в куда? На Луну. У нас с вами миссий не так много и пилотируемая миссия. Ладно, давайте следующий месяц. Смотрите, это у нас восток. Для возврата экипажа, или что мы там планировали. Этот смело ляжет на дельту. Стоп, а чё на дельте такая... А чё надёжность такая прошивая? Атрибут строить экспериментальное топливо. Вот чём прикол. Минус 25%, видите? Ага. Ладно. Чёрт с тобой, золотая рыбка. Пускай будет как есть. Неприятно. Но не критично. Я надеюсь. Так, в принципе, ну как-то печально, честно говоря. Я думал, что мы выйдем многоместным аппаратом раньше. Текущая миссия. Естественно, ты горишь, потому что нам исследования нужны. И чёрт, и у нас нет никаких бустов. Очень нехорошо спланировали, получается. Я бы сказал, вообще не спланировали это дело. Оптимальные окна остаются неоптимальными. Ух ты, ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Но бонус за обучение на 100%. Чё вы построили, блин? Косоруки, а? 75, 85. Так, давайте буст науки будем. Неоптимальный. Пофиг. Тогда ближайший нам нужна наука. Нам прям вот как... Кровь из носу нужна. А у Японии осталось 6 месяцев до этого дела. Ах ты, ёлки. Ладно, следующее событие. Запуск Ориона. Или Дельты, чё там. Так, трудновыполнимый. Неоптимальный. 65. Ну, зато будет много науки. Ну, пробуем, пробуем. Перенести. Нет, продолжаем. И теперь миссию ловим. Ах ты, чуть-чуть. Всё равно. Видите, подъехала, но слабенько. Ладно. Неполная нагрузка. Но зато мы прокачали Дельту. Которая уже, кстати, так себе. Ну и автовыбор. Успешная миссия. Тут нормально всё. 500 аппрубала. Ого, нормально. Так, науки 669. Подождите, а где вот эти 2000 там всего? Да, и мы взяли планку в следующем бюджетном окне. Ну, это хорошо. Но, блин, это всё, конечно, замечательно. У нас с вами есть денег много. Но у нас есть мало науки. Я хочу ещё пуст науки, наверное, вы знаете. Или подождите. Или чё у нас тут с луной? Ну, 1180 и полезная нагрузка у нас уже экспериментальная. В 25 издания 7% дают бонусов. А я вот прям думаю, какие миссии выбирать теперь. Наблюдение здесь 500. Здесь возвращение экипажа. Это у нас не было, но мы можем. Миллион семьсот. И здесь 1800. Анализ. Просмотр плана. План полёта у нас строится. Хорошо. Тогда ближайшая у нас получается луна. Другие мы не умеем. Да. Значит, давайте спланируем миссию на луну. Экспериментальная полезная нагрузка. Видите, 25 науки за успешное выполнение. Но плюс 25 надёжности полезной нагрузки. В смысле, почему красным? Если это плюс такой. Наоборот, минус. Там знак не тот поставили. Ой-ой-ой-ой. Ладно, строй. Чё-то нам полоса невезения пошла. Прям вот я прям вот не знаю. И подрядчики, давайте следующий месяц. Подрядчики для создания ракет замечательные. И теперь нам наконец-то надо союз. Тут 750. Ну, тоже много. И у нас прирост. Ну, в принципе, за один раз мы должны. Так, смотрите. Улучшение полезной нагрузки. Ваш инженер удалось улучшить ключевой компонент полезной нагрузки луна. Для предстоящей миссии луны-излучения. Это увеличило надёжность полезной нагрузки на 5%. Также не нашли способ увеличить ещё на 10%. Но это потребует 200 тысяч. Да, вперёд. Сейчас 55. Конечно же. Конечно же уменьшаем. Уменьшаем бюджет за то, чтобы увеличить надёжность. И R7 исследовали наконец-то. Так. Ну и построили это дело. 50-е время создания верхней ступени. Создание ускорителя. Ускорителя у нас нет. Либо это ускорителем считается нижняя ступень. В принципе. Существующую не получится. Верхняя ступень кем? Ты у нас 37. Ты у нас 42. Ну давайте вот этого монстра будем строить тогда. Так. Ну походу к луне лёгкие спутники у нас вот так будут летать. Ладно. Я буду её собирать руками. Не хочу я её сейчас сохранять. Она мне страшно не нравится. Чего у нас получается по многоместному? Зараза. Ну мы претендуем на третье место. Третье место это тоже место. Это хотя бы в топе. Вот видите. Третье место мы уже получаем. То есть первое взяли европейцы. И второе возьмут японцы. Хорошо. Тогда миссия. И мы её теперь строим. Вот так. Шесть месяцев будет строиться. И исследование теперь у нас... Так. Что у нас теперь с исследованием? Мы возвращаемся на то, чтобы сделать выход в открытый космос. Я всё-таки хочу всех взуть по выходу в открытый космос. И не теряю надежду на лунную программу. Так. Наса предложила вашему агентству продвинутое программное обеспечение, которое обеспечит 10% улучшение надёжности и полезной нагрузки в восход. А у нас и так она 80%. Тем не менее, им понадобится доступ к некоторым вашим технологиям. Отказать. У меня 80%. Мы с этим спокойно делаем взлёт. Так. Ну 51% тут вообще всё печально. Юра. Блин. Рисковая миссия. Чёрт. Давайте 70%. Ну здесь однозначно будет прокачка возможностей вылета на 15%. Поэтому май. И всё-таки 15% бонуса к 55% это хоть что-то. Ну и всё. Полёт многоместный аппарат на орбите. Но ничего. Джеймини тоже закончили это в реальности первыми. Но тем не менее, в открытый космос вышел Леонов. Пересмотр бюджета. Бюджет мы увеличиваем. 263 тысячи. Замечательно. Следующий 315. И надо будет нам сколько? Так. Ну и мы взяли исследование. Отлично. У нас буст ещё пока идёт. Сколько нам буст ещё будет давать времени? Два месяца от океана в земле. Видите? Хороший буст нам дали эти океаны. И мы можем идти. Миссия пилотируемая. Высадка на Луне и Союзы. 4 тысячи. Бустим себя, как только можем. Это вот всё пропускаем. Эти все дальние полёты. И пилотируемая миссия высадки. А, блин, зараза, тут две надо. То есть, эту ветку тоже надо открыть. Ох ты, сволочи какие. Нежданчик. Ну, чё, тогда пролёт возле Марса. Они одинаково стоят? Тысяча и... Эх. И тысяча. Нет, тогда тысяча. Тогда идём по пути наименьшего сопротивления. 22503. То есть, мы тогда вот идём по левому краю. И выходим на миссию пилотируемую. Это понятно, почему никто ещё не исследовал. Потому что там надо все ветки исследовать. Охо-хо-шечки, хохо. Ну, ладно, опричник завершён. Так, здесь всё нормально. Следующее событие. Ваши инженеры нашли потенциальное улучшение компонента на ракете-носителе дворянства. Предстоящей миссии многоместный аппарат на орбите. За 200 тысяч надёжности 20. Да, конечно. При наших 65 лучше я получу... О, кто-то куда-то полетел. Еса полетела либо к Венере, либо к Меркурию, зараза. Куда ж вы так стремительно летите, а? Исследний аппарат для спуска на Венеру завершён. Так, ну и мы скоро сможем на Венеру полететь. Смотрите, они пытаются нас опережать. Так, это у нас лунное излучение. Здесь у нас 65, 77, 1100. Тогда, конечно же, шанс запуска полезной нагрузки. Дата запуска аж в сентябре, к сожалению. Потому что это оптимальное окно будет только лишь. Пускай будет, как есть, и исследование следующее. Полезная нагрузка Космос-419. Чего я хотел? Проверить, сколько у нас миссий. Ага, все заняты, да? Ладно, ну тогда погнали в следующее событие. Запуск теплового щита будет, да? Так, ну мы построили, смотрите. Неоптимальные окна запуска становятся оптимальными. Вот нам бы все-таки, а? 65 мая, экспериментальное топливо. 70-66. В принципе, неплохо мы раскочегарили ракету. Это не так страшно, как оно было до этого. Будем взлетать. Хорошие условия запуска. И запуск у нас произошел как? Вот так, 39. Подбустил чуток. И пятый уровень у нас дельты. Все. Дельта максимально 85%. Блин, зачем я не нажал автовыбор? Ну, теперь придется для разнообразия заниматься мини-игрой. Экипаж. Есть 2 связь, 8 навигации. Нифига себе, вы куда лететь собрались, господа? Итак, что мы имеем с гуся? У нас с гуся данные, которые мы можем обменять с вами на 2 вот такие штуки и получить 4 этих. Подтверждаем. Ах, рано нажал, плохо. Далее, чем мы с помощью электричества и изоленты. Так, здесь все отлично. Эй, ну тут буст будет, но он, видите, насколько мелкий. Компонент у нас очень-очень нехороший получился. Жалко. Вероятность 30% фейла. Ух ты, блин, ё-моё. Так, что у нас имеется? Нам надо еще одну связь и еще 4 навигации. У нас осталось электричества не так много. Что если я возьму, например, вот так? Ага. И вот так. Я, в принципе, должен выполнить миссию. Без бонуса, конечно, но тем не менее. Давай, давай, давай. Да дави. Да дави, умышка я. И это очень круто. Вы можете влиять на это. Это не тупой рандом. Отлично. Ну все. Выполняем задачу. Всех домой. Так. Человек на орбите. Выполнена миссия. 600 опроволок. 460 бонус к науке. И Юра, все окей с тобой. Это самое главное. Анализ теплового счета мы завершили. И у нас есть одна свободная миссия. И нам нужно два члена экипажа. Смотрите. Для многоместный аппарат. Поэтому. Юра недоступен. Нанимаем еще двух гавриков. Например. Симонова. Которая будет Терешковой. Например. Спортсмен. Время восстановления. Ну не самое лучшее. Оленьева. 55% надежности запуска ракеты. А вот это вот я бы взял ее. Терешкова. Эээ. Не так. Смотрите. А как у них там пишется первая? Мелена Оленьева. Окей. Значит это будет Валентина. Валентина. Терешкова. Я понимаю, что она с Леоновым никогда не летала вместе. Но давайте посмотрим. Пять надежности ракеты. Ракеты. Минус случайного ресурса с каждым зданием. Это интересно кстати. Навигации в начале каждого хода. Ну что. Взять вот этого или вот этого? Вот этот. В 91 году выходит на пенсию. Этот в 86. Возьмем вот этого. И переименуем его. Леонов. Переименовать. Опять же. Самое главное. Имя первое. Алексей. Леха. Так. И нанять. И Терешкова уж тоже нанять. То я переименовать то переименовал. А толку то нет. Ну Валя. И Леша. Полетели. Обучение у нас получается так. Здесь 90 надежно. Здесь 80. Давайте науку бустанем. И откроем окошко. Ну в принципе мы уже пасем задних за третье место. Да я так понимаю. А вы второй. Потому что епошки летят 11. Они то ли отменили то ли перенесли запуск. Юху. То я могу еще и выиграть. Смотрите. А вот если я перенесу например вот сюда за японцами. Я стану третий. Видите. Ну здесь у нас везде 25. Поэтому давайте вот сюда на октябрь. Планируем. Так. Получим бонус 25. И мы сейчас спешить не будем. Вот замечательно. Прям вот как доктор прописал. Так. Космос 409. Зачем я? Сколько у меня миссий еще осталось? Одна свободная. Фу. Ну. На Венеру пока не полетим. Лунные микрометеориты. А проволни супер великий. Этапы большого пути. Околоземная орбита мы сделали. Пилотируемая высадка. Мы к ней стремимся. Что у нас здесь? Есть. Давайте посмотрим. Много. Этот просмотр плана. Выход в открытый космос. Я уже могу спланировать миссию? А. Все. Строим. 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 Тогда вот чем мы ее займем. Все. Отлично. Следующее событие. Я только думаю. Все. Построил. На базе у себя. Что я мог построить. Или не все. Походу. Да. Походу все. Следующая. Исследование. Идем. Это у нас Меркурий. У нас буст идет науки. Очень неплохой. Я надеюсь все будет замечательно. Жалко у нас слота миссии пока нету. Но он у нас появится очень скоро. Да. Видите. Я на второе место выбрался. Отлично. Восход завершим. Сейчас постройку. Это будет для выхода в открытый космос. У нас уже ракета. Ну ракета этот. Полезная нагрузка. Так. Ну и запускаем вот это вот лунное излучение с полезной нагрузкой. Экспериментальной. Так. Это тоже на автомате выполняем. Мне больше нравится менеджить это чем играть в эту игру. Ох. Бустанулка. Круто. 10 надежности полезной нагрузки. Замечательно. 2. И тут у нас тоже получается надежный. Ну и автовыбор тут. Смотрите. У нас шанс неуспеха 1%. То есть безупречный. Может быть даже вариант. Ну. Может нет. Не может. Ну надо было самим тогда. Если хотим больше. Ну не важно. Буст небольшой. Но очень полезный. Главное нас освободили. Смотрите. Вот наш. Это не наш. Да китайский. А где? А. Китайцы на Марс полетели. Вот заразы. Ты смотри. Так. А хорошо. А что у меня получится? У меня теперь есть свободная миссия. И я теперь могу. Во-первых. Выход планируем. Этот планируем. Коммерческий спутник пока нет. Запросы. Что нам дадут? У нас 2 миллиона. Нам какую-нибудь науку такую жесткую. И апрубал. Проверка систем жизнеобеспечения. Строим тогда еще один восход. А. Это восток. Да. А. Это одноместный. Окей. Как раз Юра придет в себя. И мы его запустим. Так. Ну и запуск многоцелевой. И исследована орбита вокруг Меркурия. Угу. Круто мы идем. Так. Оптимальная дата. Научная подготовка. 25 в 5 раз в месяц до подготовки. И смотрите. 80, 90 и 2000. Вот это класс. Так. А вот эту ракету я бы красиво посмотрел. 5. 4. 3. 2. 1. Пуск. Зажигание. Отрыв. Хорошо пошла. Цвет приятный. Бело-зеленый. Что я давно в КСП таких не строил ракет. С бустерами круговыми. Блин. Чем больше играю в этот блин Mars Horizon. Тем больше скучаю по КСП. И смотрите. Амбициозная миссия у нас даже. Так. Ну и. Первый уровень сразу получили в Союзе. Кстати. Этот Союз походу полетит на Луну. У меня есть такое подозрение. Ну и автовыбор. Тут без вариантов. Я сказал. Уже заморачиваться не хочу. Ребята возвращаются. Мы вторые. Замечательно. Второй. 990 проволок. 528 науки. И ребята отдыхают. Спасибо вам дорогие. И смотрите. У нас буст на 1170 науки. Классно же. И выдаем полезную нагрузку Венера 9. Она стоит 3500. Мы ее разрезерчим за пару ходов буквально. И у нас теперь осталась еще свободная миссия. И выход в открытый космос. Можно уже выбирать ракету. Использовать существующую не получится. Теперь нам придется спроектировать новую. Новая опять же это у нас с помощью вот этой. Союз Р7. И здесь у нас тоже Р7 восток. Дельту мы не будем брать. Слушайте. Чем они отличаются? От 78, от 72. Ага. Это 10 тонн в себе тянет. Видите? А это вот 8. Но надо разрезерчить. Но то такое дело. Это у нас дельта. Да? А это Сатурн B1. Ну а дельты общей пятой. Так. Я понял. Этот не тянет. Потому что к нему нужны бустеры. И вот это R... А, это HNN1. То, что планировал на Луну поехать. Но смотрите, какая вот у нас вот эта часть. И какая вот эта огромная часть. Мы, конечно, до нее пока не дожили. Ладно. Хорошо. R1 восток. Давайте ее сохраним. Будет новый проект. Э, подождите. Стопьте. А как я ее... Знаменитый. Не, не, не. Подождите. Перезаписать. А, забыл. Сначала надо имя. Это тогда и будет у нас R7 восток. Да? Или нет? Или это уже союз? Подождите. А, тут у нас и союзы восток. Хорошо. Подождите. Тогда это у нас будет... Это уже продвинутый вариант. Это уже будет, считайте, союз. Хотя это такой микс между союзом и востоком. На самом-то деле. Сохранить проект. Давайте вот этот мы удалим проект. А вот R7 союз. Сохраним проект. Спасибо. Подтверждаем. Миллион сто восемьдесят. У нас благо денег куры не клюют. Вот. Потому что куры не питаются этим делом. Но, тем не менее. Что у нас осталось? Одна миссия. Я вот думаю. Занять ее чем-то. Или пока оставить. Давайте я пока оставлю. Свободную. Так. Гагарин вернулся на исходную. Замечательно. Юра. Минус здесь полезные нагрузки. Двадцать пять. Награда поддержки. Хорошо. Странная штука. Проверка жизнеобеспечения. И вот теперь здесь можно использовать существующую дельту. Это у нас локально. Восходы наши. Востоки. Точнее здесь. Блин. Я их всю жизнь путал. Востоки и восходы. Ладно. В любом случае мы летим. Семь месяцев постройка. Долго, зараза? Но, тем не менее. Обзор финансирования. Мы не взяли бюджет. Мне кажется. Плюс тысяч. Да. Ну. Надо чуть больше было. Окей. И беспилотный орбитальный зон. Для получения снимков в высоком разрешении. Данных об атмосфере Венера. Девять. Завершился. Тогда я хочу очень сильно вас спросить. Дорогие мои конкуренты. А вы вообще как? По выходу в открытый космос никак? Зараза. Япошки первые. И они завершили миссию. Так. А что там по поводу Луны? Ага. Я ближе всех. Ну. Отлично. Значит. Ближе всех. Будем продолжать. В следующей серии. Наверное. Да. Или нет. Ну давайте еще парочку ходов сделаем. Да. У нас исследование. И сейчас миссия пилотируемая высадка. 4000. Буст у нас слабенький. Нам. Что у нас там по миссиям кстати? Я гонюсь за пилотируемой. У нас будет выход в открытый космос. Проверка систем. Значит. Сейчас можно брать какую-то миссию для себя. Для себя любимого. О. Солнечная обсерватория. Вот это наш вариант. 230. И там буст науки будет 2000. Если все будет замечательно. Хорошая штука. Мне нравится. Так. Вон японцы летают. Заразы. Так. Ракеты построили. Ой. Хорошо построилось. Минус надежность запуска. Точнее плюс. Но минус надежность полезной грузии. Хрен с ней. Ладно. Есть как есть. Так. Теперь у нас выход в открытый космос. Мы должны быть вторыми. Валя. И Леша. Так. Обучение у нас. Здесь 60. Здесь 93. Давайте. Устануть науку. Ну а нормально и так. Давайте мы вам немножко надежность вашего корабля пробустим. И получим вот 15% на сентябрь. И попытаемся быть вторыми в космосе. Жалко. Японцы что-то нас вообще так вставили по полной. Солнечная обсерватория. Ракетка. 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 Дельта 7. За 500 тысяч. Очень даже сюда подойдет. И 7 месяцев. И еще постройки. Так. Предыдущую дельту сейчас закроем. Вот ты моя родная. И тебя сразу подготавливаем к полету. И вот здесь у нас Юра нам нужен. Для проверки систем. Да. Обучение. Здесь у нас 62. Здесь 60. Ой. Все печально. Назначение Валентина Терешко увеличит бонус полезной нагрузки за обучение на 100%. Поздно. Поздно дорогие мои. Валя летит на другую миссию. 62. 60. Здесь. Блин. Что-то Юрка не хочет рисковать. Ладно. Давайте так. Прокачаем чуть запуск. Давайте здесь сделаем. Что если у нас что перенесется. Чтобы хотя бы не переносить это на. Аж 67 год. И это кстати пересмотр бюджета. Видите. Лупа с мешком с деньгами. Так. Подтвердаем конфигурацию. И ждем следующего решения. Запуск выхода в открытый космос на орбите. Вот она наша миссия. Запускаемся. Запуск 93%. Полезная нагрузка. Идем. Посмотрите. 99. Вероятность успешного запуска. А. Красота какая. Так. Ну это мы уже смотрели. Поедем дальше. 28. Блин. Я забыл нажать. И здесь мы продолжаем. Видите. Нам не дают эту миссию сделать автовыбор. Хотя шанс у нас всего 1% на фейл. А нет. Дают выбор. Так. Хорошо. Но я сделаю руками. Я сделаю руками. Чтобы посмотреть. Во-первых. Миссия интересная. Во-первых. Надо будет выйти на траекторию. Выйти в открытый космос. Там или как. Вот. Выйдите. Выведите аппарат на околоземную орбиту. 4 навигации. Точнее. 4 связи. 10 навигаций. Так. И бустануть можно это все до 9 и 20. Давайте думать. У нас есть 6 и 2 члена экипажа. То есть выполнить можно 2 действия членами экипажа. Но они все равно займут 2 слота. Если мы бустанем вот так, например. Получим 4 этих и 4 данных. Что мы можем сделать? Мы сможем вот так превратить аж в 5 радиосвязи. Ну что ты, зараза. Исправляем. Ладно. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Ох. Ну. Жесть какая. Это вообще не серьезно было. Так. Сейчас надо будет электричество восстанавливать. Хо-хо-хо. Шички. Хо-хо. Как я говорю. Да. Так. Ммм. 3 из 10. Тут 9. Я даже не знаю. Ну что. Если разменяем еще вот так. Здесь теперь у нас двое данных. Если мы вот так сделаем. И у нас остались одни данные. И 9 из 10. И 3 хода еще. Ну. Я даже не знаю. Но вот так давайте. Попробуем. Так. Все 2 процента нормально. Набустили. Так. Отлично. 94. Запасная даже получилась. Ну. Чуть-чуть не дотянуло. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Так. Ну что дальше. Дальше у нас осталось 2 хода. Мы с вами миссию то в принципе взяли. Ну. Давайте попробуем. С нас взятки гладкие. Как говорится. Можно попытаться взять. Нам надо всего-то здесь еще пятерочку взять. А сюда шестерочку. Мы можем взять. Нужны данные. 2. Если вот так. Тогда можем взять вот так. Здесь 9. И здесь потом 7. 7. Мы можем получить каким образом? 4. Нет. Не так. А если просто это 2. А за вот это можем получить так. И тогда у нас будет один излишний. Мы его на следующий ход обменяем еще на несколько дополнительных. Да. Вот так и будет сейчас. Давай. Вытянись. Отлично. Следующий сказал заведующий. Давай. Мышка выручает. Просто вот. Супер. Не все потеряно. Наши пилоты молодцы. Давай тяни. 26. Отлично. Так. И последний ход. Смотрите. Нам надо пятерочку взять. И у нас с вами есть одна лишняя связь. Которую мы можем обменять. Одну на эту. И... Вот так взять. И электричество одно. Бонусная награда 15%. Все, кстати. Не так-то и много. Не 50, как обычно бывает. Но оно того стоит. Мне кажется. Так. Все. Отлично. Мы не потратили электричество. И... Сделали миссию. Задача выполнена. Фаза 1. Обратите внимание. Теперь следующая фаза. Новенькая. Проведите выход в открытый космос. Тут нужна наука. Данные. И вот такая вот интересная штука. Значит. Смотрите, что это. Значит. Нужен дрейв. С дрейвом у нас интереснее. Значит. Нам надо набрать данные. При этом удерживать дрейв в конкретной позиции. То есть у нас от минус 2 до плюс 2 должен удерживаться дрейв. То есть накапливать его там можно сколько угодно. Но он должен удерживаться. В данном случае у нас 0. Бонусная задача. 35% на 12 науки данных точнее и передачи. И теперь у нас, видите, новые задачи выдают совершенно новые данные. Соответственно, я могу тратить дрейв и что-то получать. И также я могу получать дрейв, выполняя определенные миссии. И вот тут вот начинается этот тетрис номер 2, как я говорю. Значит. Данные надо набирать. Теперь нам надо пользоваться вот этой штукой. Но если я набираю, я получаю один дрейв. Это ничего. Это в зоне. Это нормально. Теперь у нас есть экипаж. Который может тоже немножко поорудовать. А что если мы потратим 2 дрейва, например. Да. Оставим минус 1. И теперь добавим здесь вот так. И у нас получится 3 из 5 и 2 из 6. И зачем я это сделал. То есть я туда-сюда поменял. Правой кнопкой мыши отменяем это все. В общем, не вижу смысла. Давайте сделаем вот так и вот так. То есть один член экипажа накопит нам науки. Второй накопит науки. И немножко навигации. А потом мы навигацию разменяем еще на науку. Вот так. Вот так вот более интересно будет. То есть постанем науку. Так, ну здесь хорошо, слушайте. Шансы пока ничего себе так. Отлично. Меня устраивает. Это была фаза номер 2. Ход номер 1. Теперь осталось 3 хода. До 12 догнать в принципе не проблема. Но тут бы 6 набрать. Набрать мы можем только из одного. Тратя данные с навигацией. Электричество с дрейфом. Видите, сразу минус 2. Я могу как бы еще 2. Но тогда я ухожу. Видите, из зоны. И я могу потратить что-то и накопить еще, например. А если вот так я накоплю эти, а потом я их разменяю. 12. Давайте попробуем. Чем черт не шутит. Мало ли. Может так все получится. Можно сидеть, конечно, с калькулятором считать. Или с блокнотиком. Но мне кажется, вот такой некоторый космический рандом. Он даже очень ничего. Ну? Нормально. Давай быстрее. Так, хорошо. Мы понимаем, что датчики минус 4. И 2 хода мы сейчас выровняем. Значит, нам надо потратить ее. Правильно? А, нет, наоборот. Накопить. Это же мы в минусе. А накопить мы в принципе можем. Потому что мы планировали. Сделать. А, блин, мы не так планировали сделать. Мы хотели сделать вот так. И надо еще немножечко. 8 из 6. А если вот так? А, нет, стоп. Хорошо. Подождите. У нас 2 этих. И вот так. Что получится? 7 из 6. 10. Ну, слушайте. И 7 вот этих. И мы в минусе. Это мы опять... Это мы потратим. Это будет опять в минус. Мы не разменяем это дело. Ох ты, блин. Как все хитро. Не так это должно быть. Сейчас намозгуем. Значит, нам надо получать. Получать за то, что мы... Вот так. У нас... За электричество мы можем получить 3 данных. И тогда потратить. А тут... Вот... О! Вот так. Вот смотрите. Здесь уже мы взяли с бонусом. Во! Вот так интереснее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. При фатальной неисправности у нас еще появляются всякие анимационные иконки. Ну, блин. Ну, это вообще не серьезно. Ребята, вы устали. Я понимаю. Смена долгая. Ну, давайте выполнить эмиссию. Хорошо. Вы же герой, е-мое. Так. Хорошо. Остался последний ход. Сможем ли мы здесь? У нас есть одна излишняя. Навигация в пределах. Здесь мы навигацию можем получить. Потратьте. Это и данные. Тогда взяли. И надо одну смело. Вот так. Ну что, пробуем? Если сейчас будет фатальный эрор где-нибудь, то, конечно, у нас ничего не получится. Ух ты. Ух ты, как хорошо. У-у-у. Отлично. Мы с вами это сделали. Мы с вами сделали с бонусом. И в рамках. Задача выполнена. Выход открытый космос. И теперь третья задача. Блин, елки-палки. Выполнить контролируемый возврат в атмосферу. Видите, как было просто выйти спутником. И как не просто делать серьезные пилотируемые миссии. Следующий новый фактор. Нагрев. При входе в атмосферу у вас увеличивается нагрев. Каждый ход увеличивается в размере от 1 до 3. И вы не можете четко сказать, на сколько, на 1 или на 3. Вы можете ее тратить. Вы тратить можете на получение сразу вот этого дела. И вот на получение этого дела. Это очень важно. Сразу ее потратить. Потому что, ну черт ее, она может скакануть как угодно. И дальше, если мы получим науку. Науку у нас много тратить негде. Кроме вот этого на 5. А если вот так. То 4 из 6. И тут 2 из 5. Но вот это можно оставить. Попробуем. Надежность 25% отрицательного эффекта, конечно, не вселяет в меня больших надежд. Но, тем не менее. Мышка кликать вовремя это умение. Так как хороший выстрел. Вовремя должен быть. Так. Отлично. Смотрите. Теперь проходит уровень. В смысле ход. Простите. И изменяется нагрев. На. На троечку изменился. Видите, он по полной нам вжахал. Так. Ладно. У нас 3 хода еще. И мы опять же тратим сюда и сюда. Теперь последний ход. Видите, мы должны разменять. То есть, он может и больше быть. Но я должен держать ее в пределах от 1 до 3. Для того, чтобы засчиталась мне миссия. Вот я к чему. Теперь давайте поменяем наши вот эти штуки на данные. 4 из 5. Сложно. 8 из 6. Так ли это? А ну-ка. А если мы, допустим, нагрев чуть-чуть уменьшим. А потом попробуем воспользоваться, например, вот так. Выполнили миссию, да? И попробуем теперь разменять это на нагрев. 1. Здесь 1 меняется. Здесь 2. Вот мы тройку. Да. Вот так хорошо. И теперь у нас будет стартовая площадка для того, чтобы попробовать захватить бонус еще. Если бонус возьмем, мы должны всех конкурентов оставить позади планеты всей. Так. Потому что там буст по науке должен быть сумасшедший. Отлично. Отлично. Молодцы. Валя, Алюха. Работает на гра. Так. 6-12. Два раза надо увеличить. И нагрев. 3000. Эээ. Я задолбусь его снижать. Хорошо. На 2 снижаем. Увеличили. 2 хода еще осталось. Тут можно вот так увеличивать. И это дорастет сейчас спокойно до 12. Потому что здесь тройка. Следующий ход будет четко 12. Так. Можно сосредоточиться на навигации. Так. Навигацию размениваем через данные. И можно ее два раза разменять. Вот. Замечательно. Нагрев один раз уйдет. И мы потом ее сбросим на 2. И он будет в пределах 3. Да. Вроде бы должно правильно. Если я все просчитал в голове умно и верно. У нас должно все с вами получиться. Зараза. Это тотальный фейл. Исправляем. И здесь давайте подобьем его немножко до 40%. Это нормально. Это нормально. Главное, чтобы прошло. Так. И нагрев на троечку. На единичку мы нагрелись. Отлично. Сбрасываем здесь. Мы получаем уже 14. Ну и здесь мы получаем, соответственно, 15. Возвращаем здесь чуть-чуть электричества. И в принципе нормально будет. Давай. Нет. Зараза. Ты елки-палки. Если у меня сейчас второй фейл будет, то там мы не можем бонус выиграть. Хотя у нас еще один вход запасной будет. Не. Все. Прошли. Ура. Заработало. Ну. Все. Получено достижение. Терморегулирование. Класс. Смотрите. Вот такая получилась миссия в виде из трех фаз. Ну и что получается? Мы с вами вторые. Выход в открытый космос. 120 бонус. Две ключевые миссии. Хотя бы вторым по счету мы закончили. Награда. 25 стоимости исследований ракет на 6 месяцев. Плюс 120. Плюс 600. И плюс. Отлично. Вот это я считаю отличное завершение миссии. И на этом можем серию заканчивать. А запуск проверка систем жизнеобеспечения с Юрой будет в следующей серии. И на сегодня всем пока. Не забывайте ставить лайки, подписки оформлять. И увидимся в следующей серии. Пока-пока. С вами был GameDragon. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok